Дорогие телезрители! На встречу столетия автономии нашей республики Национальная библиотека и Национальная вещательная компания САХА начали серию творческих работ «Великие люди Якутии». И сегодня у меня очень волнительный день. Я сегодня встречаюсь с детьми, зятем, внуком великого человека Якутии, который мне посчастливилось воочию увидеть, говорить с ним, разговаривать. Это герой социалистического труда Дмитрий Кононович Сивцев Цорун Омоллан. Сегодня у нас в студии наше приглашение приняли и подошли его дети. Это Айсен Дмитриевич Сивцев, Айсен Дойду, член Союза писателей, союза журналистов, кинематографистов Якутии, член Творческого союза художников России, член Общества охраны памятников истории и культуры Якутии, почетный кинематографист России, почетный академик духовности Республики Саха-Якутия, лауреат премии Алампа и обладатель знака «Гражданская доблесть правительства Республики Саха-Якутия». Дочь Люция Дмитриевна Васильева, врач высшей категории, врач-отоларинголог, отличник здравоохранения Якутии и Российской Федерации, автор научных работ по птизиатрии. Ее супруг, любимый зять нашего Дмитрия Коннорича Сивцева Сурона Моллана, это народный художник Якутии, заслуженный деятель искусств Якутии, заслуженный художник Российской Федерации, лауреат Государственной премии России, лауреат Творческого объединения Алампа 2019 года Эдуард Иосифович Васильев. И сегодня я представляю вам внука Дмитрия Коннорича Сивцева Сурона Моллана Илью Эдуардовича Васильева, заведующего Музеем истории, науки Якутии имени Георгия Прокопьевича Башарина, Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера, Северного отделения Российской Академии наук. Вот в таком составе мы сегодня будем вспоминать про жизнь нашего великого Дмитрия Коннорича Сивцева Сурона Моллана, человека многогранного. Дмитрий Коннорич Сивцев нам всегда говорил, мы дети одной матери земли. А у Дмитрия Коннорича Сивцева и его детей какие были корни, нам расскажет Люция Дмитриевна. Дорогие друзья, конечно, с уходом нашего незабвенного, любимого отца Сурона Моллана, кажется, жизнь стала как будто застыла и даже изменился цвет окружающего мира. Не те кажутся краски и в Дойду, и в Татте, и в Соттинцах. Но вместе с тем я испытываю большую гордость и восхищение всей прожитой его неутомимой славной жизни. О его жизни очень хорошо написал в своей монографии «Сердечное пространство Сурона Моллана» наш первый президент Михаил Ефимович Николаев. Я сейчас прочитаю выдержки. «Вся его жизнь – непрерывный, самоотверженный, интеллектуально-творческий труд, труд горячего якутского сердца и всеоблемящей христианской души. Он стал явлением и символом, живым знаком непрерывно развивающейся якутской культуры, сердечное пространство, которое он распространял до общечеловеческих границ пространством собственного сердца». Действительно, в течение всей своей жизни отец воплотил, мне кажется, многого, воплотил много того, о чем он мечтал. Как вы знаете, деятельность его очень разносторонняя, многогранна и масштабна. Я поэтому хочу привести вам строки юного Сурона Моллана. Он писал дневник, этот дневник сохранился у меня. Он пишет, будучи уже студентом второго курса педтехникума. Он пишет 8 ноября 1925 года. Он пишет, обращаясь к своему дневнику. Он очень любил этот свой дневник. И вот он пишет. «О, искренний друг мой дневник, я только сейчас вспомнил тебя, когда у меня внутри происходила борьба мыслей. Я перед собою сознаю, как за многое взялся я молодой человек. Я желаю быть поэтом, певцом Родины, но для этого нужны мне, неопытному, кое-какие знания, навыки и тому подобное. А я это могу иметь, только пройдя жизнь. Я желаю быть исследователем, этнографом, желаю педагогом, я желаю быть писателем, драматургом. Вот такие цели ставит моя глупая молодая башка», пишет он. «Разве все это возможно будет? Нет, конечно. Но, по крайней мере, поверхностно, при большой продуктивности, при этакой условии, однако, будет невозможно, но бросить одну из них или два-три очень почему-то не хочется этого. Поэтому сегодня вечером намерен написать план дальнейшей моей работы. По поэзии, об искусстве на якутском языке, перечисляет драмы, перечисляет три драмы, показать воспитание детей богатых и бедных. Эти вопросы требуют, эти вопросы надо решать», пишет он. «20-летний Соруна Молло». Вот так, 20 лет. 20 лет, и почти все он достиг. 19 лет. До, и так он прожил самые последние дни жизни. До последних дней, до последнего часа я была рядом с ним. Он тоже, он умирал тоже озабоченный и держал свой последний титанический труд Кестела и был очень счастлив. Он уходил очень счастливым, хотя он был старым человеком, потому что он завершил свой последний, действительно, труд титанический. И был очень счастлив. И в день, когда он уходил, он утром сказал, «Люся, придется тебе мне приготовить...» Он лежал в отделении, «приготовить что? Мне нужно будет начинать работать и писать». И поэтому до последнего вздоха. Ну, если отнестись, начать с наших корней, то он, его отец Конан Матвеевич Сивцев и наш дед Матвей Якович Сивцев, они происходили от рода Яков Таннер. Это род, который в течение трех столетий были известные кузнецы по меди и мастера по меди. Даже вот он пишет лично в своих документах, что в музее Аюнского есть маленький такой, как это, чам? Чам такой медный, котел. Ахал это? Чаган. Чаган. Он передал в свое время это музею. У моего деда Конана Матвеевича было семь сыновей, но Конан Матвеевич, у Матвея Матвеевича и Конана тоже было братьев родных. Матвей Якович в свое время передал, будучи крайне бедным человеком, он отдал богатому зажиточному роду на воспитание 15-летнего Конана Матвеевича. Отца Дмитрия Конановича. Да, отца Дмитрия Конановича. Передал старику Дмитрию, фамилия которого Дмитрий Кулаковский, прикованный к постели, очень старый старик, прикованный туберкулезом костей. И у него была старая жена. Они умерли в возрасте, когда им было полтора года. И с тех пор наш дед Конан вел это хозяйство впоследствии с нашей бабушкой Григорьевной. И впоследствии, ну, как-то вот это все передалось, перешло к ним. Моя мама была первой женой Сорона Мулана, Марина Кентьевна Кычкина, его первой женой. Она была учительницей начальных классов. Многие отмечали ее красоту. Она имела такие... Она имела очень красивые... Черты лица. Глаза ее были светлые, такие проницательные. У них была бесконечная доброта и какой-то такой ум и проницательность. Это я помню с малых лет. Они познакомились в то время, когда Дмитрий Кононович, когда родители моей мамы жили на улице Большая, 6. Вместе с ее отец Иннокентием Гаврилович Кычкин, заслуженный учитель, первый орденоносец Ленина. И наша бабушка тоже очень интересная, тоже по своему вкладу в историю и в отношения. Она была подругой Аюнского, Сафронова. Она была вхожа, она дружила с ними, она жила в Москве. В общем, бабушка тоже оставила очень богатое наследие, фото наследие, которое потом вошло в основу многих его работ. И сейчас эти фотографии я вижу во всех музеях Якутии. Мою маму он видел, ну, познакомился 14-15 лет. И он мне признавался потом. Он всегда, как-то вот бывали моменты, он рассказывал мне о своих каких-то таких, очень таких переживаниях своих. Всяких. О сокровенных. Всяких. О сокровенных. И молодым. Впоследствии, особенно в возрасте. Такие сокровенные. Он мне говорил, что я папа говорил. Ой, папа, не надо так думать. И он говорит, однажды, говорит, я увидел, что Маня стала очень взрослой интересной, умненькой девушкой, говорит. И потом он пишет, что он добивался ее благосклонности 4 года. Поженились они в 30, где-то в конце 39-го, в начале 40-го, да? Нет, или в 40-го, в начале 40-го года. В 41-м году у них родился любимый первенец Айсен Дойду. Айсен. И дело в том, что когда он был арестован, арестован он был в ноябре, да? 8-го ноября. 38-го года, когда был обыск, они жили рядом все, соседи. Во время обыска мама незаметно во время этой суматохи зашла к нему, но они не были женаты, 38-й год, она ему незаметно подарила кольцо, маленькое. Это кольцо до недавнего времени, маленькое кольцо. И он говорил, что вот это кольцо меня спасло во время этих тяжелых испытаний. Ну, конечно, самые лучшие воспоминания детства это... Это мы... Я родилась в 43-м году и где-то полутора лет мы выехали с бабушкой и дедушкой в Жиганскими. После этого мы... Мама наша со мной и с Айсеном приехали. Она, видимо, получила... там работала учительницей, получила назначение в село Идейце, учительницей, и мы там жили две зимы. Наше раннее детство вот связано вот такой... Жили и в школе, где-то у соседей и так далее именно вот этими впечатлениями. Ну, папа работал тогда в то время, он работал и, по-моему, в 30-40-х годах и в театре подрабатывал за драматической частью. Почему-то это все закрывалось. Потом он работал в Союзе, в редакциях, видимо, заведовал отделением драматургией. И 41-й год войны. Он получает направление на фронт для репортажа военных действий на Первом Украинском фронте. И в это время, конечно, мы отца почти маленькими не видели, но мама нам читала его еще, его ранние рассказы. Анчи, Чучайский и каждый вечер. Айсен, наверное, лучше помнит, но я в силу своего возраста никогда до конца не могла. Я засыпала. Поэтому отец присутствовал. Вот такие мои впечатления. В 44-м году я помню, это вот я начала осознанно. Наша мама рассказала нам, что умерла наша бабушка Галикерия Григорьевна. 44-й год. Я помню, очень какой-то холодный дом был. Мы жили уже не в школе, а где-то снимали, видимо. И мама сказала, умерла бабушка. И я прислушивалась ночью. он как-то вот так вот делал в комнате в той. И я думала, боже, боже, как страшно. У него умерла мама. И он, видимо, всю ночь плачет. Вот это мои первые такие. Ну и дальше, конечно, были замечательные события. Он привез первую елку тогда вот в эти годы. Видимо, после приезда из Москвы, где-то 45-й, 46-й может быть, 47-й год. Его тогда направляли руководителем художественной участвовавшей, художественной самодеятельности участвовали наши. зверев, хабе, небо татьяна. И, видимо, после этого и помню такие яркие воспоминания детства. Елка в деревне, ученики моей мамы. В общем, очень большое событие, которое потом было в его рассказе «Сангадзилм Новый год». Описано подробно, подробно. его творчество. Потом переезд в Якутск, в 47-м году мы переехали в Якутск. И, конечно, семья была большая. Кроме того, кроме нас еще с нами жили моя прабабушка, моя бабушка Елена. Елена, вот хозяйка вот этого дома в Дойду, старого дома, она, ее привезли, она переехала к нам. Вместе с нами жили его племянники Афанасий Филиппович Федоров и Конан Филиппович известный лингвист, тоже кандидат наук. С нами жили братья родные моей мамы Дагмара Иннокентьевна и Модесс Иннокентьевич, тоже музыкант. Вот такой большой семьей жили мы. С нами жила наша нянечка. И это как раз был период, когда он уже театральная жизнь. Мы жили в театральном общежитии, где вместе с нами многие артисты жили, Табулахова, Слепцова, Гоголева, известные певицы. И вот мы все в этом Савины, вот все наши друзья, детство близкие, с которыми мы общались, и мы были театральные дети. Я помню первые премьеры, первые спектакли, очень много волнений. И, в общем, наша мама была первым его критиком, и наша жизнь вообще, казалось бы, проходила во всем этом, во всех этих событиях, потому что бесконечные разговоры, обсуждения, смех, вот эти его комедии, часто это все цитировалось, это показывалось, это ведь, вот такая у нас была интересная. Дом был полон экспонавтов, потому что привезли из Жиганска еще, бабушка с дедушкой, такие очень красивые, утварь, красивая, чапрак, ин, кахтар, чапрактар, изумительной красоты, вот, как вот северной такой, весь из лунного камня был такой сделанный. Много таких вещей все было такое. Сыл Гыгорий Элярегин это все из конденского волоса ковры, кроме того, большая библиотека, и тут мы, огромная библиотека интересная, у него были много этих открыток, всех художников, и он нам показывал, это запечатлевалось. И собрание сочинений Шекспира, Пушкина, великолепнейшие иллюстрации лучших графиков того времени. Ну, и, естественно, тоже все, все театральные, театральные артисты, все общались, были молодые. Ну, вот так прошло детство и в ведейцах, и как-то они жили в таком, как сказать, жизнь была очень такая насыщенная. Но в то же время были годы репрессий, были, параллельно шло что-то, видимо, очень такое серьезное, параллельно с этой жизнью, но нас это не касалось. И мама вообще была очень артистичной, очень, она создавала такую легкую атмосферу с нашими племянниками, с нашими дядьями, очень яркими тоже. Но отец был всегда погружен в работу. Он всегда сидел, я его помню, за столом, и всегда он уходил с портфелем большим работать, и приходил он очень поздно. И только работающий. отец 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 Вот эти годы мы проводили лето уже в Едейцах, как дача. Подготавливались, мама наша подготавливала к тому, что у нее есть родина, Дойдунской Дин. И каждый вечер вот эти волшебные рассказы, Дойдунской учебы, какая там красота, какая там лена, какая природа. И вот в 55-м году мы переехали уже на лето в Дойду. И там вот продолжалось самое счастливое детство. Но наша мама прожила недолго. И вот там он папам делал все. Он успевал и строить, и охотился, и рыбачил, устраивал, построил свой дом творческий теперешний. И мы уже помним папу такого, уже он не был городским. Он был абсолютно все умеющим, он все успевал, все делал. С нами жил Конан Филиппович Федоров и его жена Валентина Семеновна Федорова. Замечательная женщина, преподаватель литературы. Вот так проходило наше детство, отрочество. Айл-ган ма, бу, дейян бербетемен бюлбаппин. Айл-ган кемьяхабаратнан берейнен, мьяхада бербета булу. Ол-оқ, ил-я бербета булу. Ксимбукатни дианы ойммен. Оныши рақ бербета булу. Хаттаре, чоу-тей кратик, кей, кантын етіндік аналар, туа маңарар аналар кейдбеттірын төтінетті. Айл-ган маңарар кейдбетті. Был аскет. Он очень был требователен соблюдения режима. Никаких таких праздников у нас не было. Таких каких-то дней рождения. Вот это все. Ну, время, может, было такое. Он всегда был в работе. Когда не придешь, он всегда работал. Пишет. Я, говорит, когда был маленьким, у моей мамы, говорит, буфете сахар, крошки сахара были. И я, говорит, это лизнув, вот эти. И вот мой грех. А потом он пишет в своих воспоминаниях, что в шесть лет, оказывается, его крестили, а потом его на причащение возили. Исповедоваться. И он ему вот это вот самое сказал. И он сказал, смотри, ты никогда не обманывай, обманывай, девять. И погладила его. Он, говорит, с тех пор у меня, говорит, так это, его на подсио настолько крепко село. Я, говорит, никогда в жизни не обманывал. И вдруг вот когда он исповедовался при Зосиме, вдруг у него как-то вот это вот возникло, видимо. И он так исповедовался. И писал, ему написал, до конца своей жизни буду работать ради своего народа. Только так. Вот так он ему написал. Самое последнее фото, которое мне очень дорого. Вот это его самое последнее фото, фото в его жизни. Это 15 мая. Здесь уже не твердый совсем почерк у него. Люцинки написал. На добрую память от сердца. Девять. Храни, помни, не теряй. Снимок сделан 14 мая 2005 года. Твой благодарный отец Амалон. Фото Юрия Голикова. Ну, тут он уже цифру. Вот это мне очень дорогая фотография. Какой был великий человек, что вот, допустим, из ваших воспоминаний наши зрители узнают, что в 20 лет он сделал программу своей жизни. И в 99 лет, в последние дни, до последнего дыхания он был верен своей программе. Он служил своему народу. Вот сегодня Айсен Дмитриевич, наверное, обязательно расскажет о своем отце. то, что мы опять тоже не знаем, нигде не читали, не слышали. И сокровенный рассказ об отце мы сегодня услышим от Айсена Дмитриевича. Пожалуйста. Ну, если говорить об отце Дмитрия Коновича, то я, конечно, как сын, рядом с ним всегда был, наблюдал, восхищался. И интересно то, что он был очень талантливым человеком во многих сферах. Вот. Ну, какие у него были способности, кроме как писателя, он, как известный прозаев, писатель, прославившийся еще молодые годы, он был еще художником. Да. Да, очень хорошо рисовал. Ус, по-якутски ус. Ага. И вот это вот художественный вкус его и любовь к мастерам, к изделиям художников, это у него заложено было в крови. Потому что самый первый предок наш, Сивцевых, это был Байдукан Мундук, такой родоначальник Сивцевых, да, он тоже был кузнецом, Байдукан. Потом еще один наш предок, это был Дякоб Танус. Ну, Дякоб Танус вообще великий был кузнец. И таким образом, как говорится, вот это художественное у него таланты, передались, видимо, от них. Ну, и, кстати, я тоже, как член творческих художников, да, 8 выставок было, я тоже рисую, люблю рисовать. Это мне тоже передалось. Дальше, вот, младший сэр Люци Дмитриев моей сестры, Дмитрий Васильев, пожалуйста, тоже художник. Так что, вот этот талант передается, так, вот. Дальше, какие у него были? Поколение, поколение, да? Ага, поколение. И дальше будет передаваться, я думаю. Еще он был, кроме того, как хороший художник, был отличным фотографом. И этому делу фотографированию он научился у Попов такой был, Ага, Иван Васильевич Попов. Да, Жил 20-й, в начале 20-го века вот в Татинцах, да, в Экёле, и он постоянно они общались, даже, как бы, дружили, что ли, хотя разница была большая. И он научил его фотографировать. И вот эти вот фотографии, фотографическое дело передал мне тоже любой фотографии. Мы с ним ходили по-старому, когда Якуз был деревянный, каменных домов было мало. Мы ходили фотографировать деревянные дома. Вот эти резные ставни и так далее, все это. Он очень любил красоту во всем. Что-нибудь такое увидеть, красиво, о, восхищается, прямо открыто, восхищается. Любил музыкальные, тоже красивые, значит, исполнения, музыкальные песни и так далее. Поэтому следующим, как говорится, его вот это вот любовь к музыке, да, любовь к музыке, и он является первым автором опер, первых наших опер, которые были поставлены на якутском театре, он тогда назывался просто якутский театр, драматический, музыкального ничего не было. Вот он первый начал писать первая опера Нюргумбатур. Это еще во время войны они работали вместе с Василием Гаврисовичем Месниковым режиссером поставили Нюргумбатур. Музыку написал Жирков, он собирал народные мелодии, как бы, но настоящих переложил на классическую музыку, как оперу, сделал Литинский, да, и вот эта опера была показана в Москве два раза. В 47-м году во время юбилея Москвы, по-моему, и в последний раз в 57-м году поставили оперу Нюргумбатур, и все были в восхищении. Хрущев тогда был у нас в главе, он восхитился, наградил многих артистов равными наградами, званиями. Василий Васильевич Месников получил звание народного артиста СССР, который поставил Нюргумбатур. Якутия, не знавшая прежде никаких сценических искусств, вышла на сцену прославленных московских театров. В эти дни пожила героическая народная легенда о славном богатыре Нюргумбатуре. посетились иностранцы иностранцы первый раз увидели эту оперу национальную и пригласили в Америку всю труппу. Но вы сами знаете, в те времена железный занавес был и естественно наших артист никуда не пустили. Но зато получили признание вот этот Олан-Хо Нюргумбату уже знали во всем Советском Союзе. Вот. Потом значит так. Теперь присвоили музыкальному нашему театру имя Соруна Моллана. Некоторые по незнанию недоумевают. Как это прозаик писатель вдруг на тебе какое он может отношение иметь к музыкальному театру. До сих пор такое бытует мнение. А на самом деле вот его первые произведения музыкальные как ребрекиста это он четыре оперы написал. Все они были четыре поставленные на сцене. И он работал с композиторами Гранд Григориан. Они были большие друзья. Вот с Григорианом они написали несколько опер. Потом он стал дружить с Комраковым. Комраковым тоже написали и балетную музыку и оперную тоже. И причем он написал значит иметь значит как автор четырех опер и семи балетных спектаклей. Об этом мало кто знает. Вот эти первые балеты вот сир семяга хат губ раг нег лок значит зел тага балет хат айдор хат кот аль лёр са ащана у нас ардана а бакаяда это балет про дежнёв бакаяду это последний и кунко это обязательно восторжествует все обязательно будут поколениям передаваться тем более в этом году президентом россии объявлен годом культур народов а культур народов да и я думаю что обязательно многогранного таланта великого человека обязательно придёт на сцену на радость зрителям я думаю надо восстановить эти все музыкальные произведения постановки да но причём надо конечно не в том виде как они были поставлены раньше да а надо по-новому где-то уже балетмейстер например совсем по-другому ну это они умеют или оперный режиссёр по-другому может повернуть но как-то возродить это надо я считаю он дружил с художниками особенно с Афанасьем Осиповым а потом с Альбом Михайловичем Габышевым дружил и мне кажется поддерживал и помогал им вот эти первые музеи Габышева который сейчас мне кажется он здорово помогал им потому что он художников любил любил так же без его активного вмешательства да вмешательства добивался заходил он помогал этим художникам а потом самые последние вот когда он жил молодым Юрий Голиков Голиков Юрий Голиков самый молодой художник якутский сейчас он живёт по-моему тоже в Москве он тоже его поддерживал Людмила Дмитриевна да Степаном Тимофеем Степаном влиял на него и он написал такие большие панорамные какие-то произведения эти картины вот и с Тимофеем Степановым его небольшая дружба эти картины вот его вещах сейчас в этой пёре в музее Хадай вот в литературно-художественном музее там есть эти картины так потом значит когда постановка Нергумба и другие балетные он дружил в Туролысову тоже большие друзья были вместе они он видимо подсказывал как надо рисовать может быть там декорации какие поэтому он какое-то отношение художество тоже имеет оказывается он тоже первый стал писать киносценарий вот он был во всем первым да он первый кто написал киносценарий документального полнометражного фильма называется поесть о земле якутской якутские алмазы такой фильм искусство страны оланхо полнометражный документальный цветной вот он писал сценарий художественных фильмов написал сценарий таежный охотник это в 1953 году написал сценарий о якутском снайпере вот это он тоже вклад какой-то привнес значит киноискусство а потом когда значит он был заинтересован чтобы я тоже занимался кино я тоже стал как отец писать киносценарий я поговорил с союзом писателей наших ходил на нашу организацию и мне сказали мы сейчас издаем книги отдельные будем издавать о наших известных писателях поэтах и хотим значит совместить вот вот их потомки дети внуки там родственники вот какое отношение тоже пишут или нет вот они сначала нашли меня потому что знаю что я драматург я написал пять-шесть постановок драм которые были реализованы они часть были поставлены здесь в якутске некоторые были большинство были поставлены мои драмы народными театрами дебретты и так далее это на сценах народного театра ну а осен дмитриевич мы вот действительно с вами тогда близко познакомились когда я была организовывала сочинский народный театр потом обтемский народный театр и мы с вами и осен дмитрием коновичем дружили как с драматургами мне посчастливилось тоже поставить несколько больших спектаклей в народном театре в сотенцах вот кюнь кюре я ставила ставила сайсары ставила кюмель и Дмитрий Кононович меня похвалил чем я очень горжусь и благодаря Дмитрию Кононовичу он до всего был очень внимательным человеком хотя он был очень занят но он всегда интересовался чем заняты рабочие совхоза Лена например вот и он очень хвалил что мы начали создавать народный театр и благодаря конечно такому ходатайству хорошему наверное Дмитрию Кононовича где в 86 году мы получили официальное звание народного театра и с великими драматургами работали мы чем гордимся в истории это Айсен Дайду Сифсов Соруна Маллан это же самые такие вот самородки нашего нашей драматургии я этим очень горжусь как об отце как он принимал участие в твоем воспитании и формировании как сына как творца но он был очень строгий человек да иногда ругал да и он все называл своими именами вещи и когда вот я написал стал писать пьесы это после окончания ВГИКа когда я приехал сюда на родину я писал и стихи писал и рассказы там прозу и попробовал себя в драматургии вот написал драму о фронтовике ну я думаю как это может быть это не мое дело драма драматургия я подумал так ага я покажу эту работу отцу если он скажет пойдет я буду писать дальше драмы а еще он скажет нет это не слабо значит я отказываюсь и вот свою первую пьесу я показал ему очень боялся а он тоже как-то сомневался видимо какой из меня драматург с киношника но взял почитал и он сказал хая хайдавай как кен я спросил хайдамбарат дамбарат 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 гурый гурый давай гурый да и все и ушел вот таким образом говорится он открыл мне дверь драматургию и я стал писать драмы вот и не жалею до сих пор и вот последнее вот я написал драму значит о романе Дмитриеве борце нашем да а я попросили меня народный театр Жиганска это позапрошлым году попросили написать драму о романе я написал они поставили и вот это моя драма о романе Дмитриеве большим успехом была показана на сцене Иркутского театра чубилею теперь нынче тоже позвонили в этом году 50 лет да позвонили сказали вот у нас вот была великая женщина а графеда Жиганская такая была вот можете попробовать написать о ней тоже спектакль драма а я подумаю и говорю ой так эта тема меня давно еще интересовала я кое-что написал действительно я там написал что-то хотел фильм даже вот такой сценарий я говорю да с удовольствием буду писать я где-то недели за две написал быстро это на якутском языке я пишу на якутском и на русском и отправил в Жиганск и что же я позвонил как там ой пойдет это мы поставим поэтому Жиганские поставят педемографену Жиганскую у тебя действительно это очень была интересная женщина хотя все ее боятся до сих пор посмотрим будем ждать остров Остолбо называется это не доезжая до Жиганского вот сюда ближе есть остров Остолбо где жила графена до сих пор боятся проезжать мимо этого острова это была великая женщина и вот про нее написал эту драму больше того я подумал так это же вообще тема очень интересная даже в международном плане шаманка якутка якутская Жиганская шаманка северная легенд много легенд про нее про нее даже писал Дмитрий Давыдов такой был поэт первой половины 19 века он про нее написал две поэмы одну поэму он в Казани напечатали выпустили в Казани и второй на Санкт-Петербурге называется Жиганская графена про графена ну тогда эти книги стали для вас опорой да я вот Варовский был такой тоже воспоминание о ней тоже там написал вот этот Давыдов это 19 век но это дружба преклонение перед русскими народами у вас передалось от отца потому что я в своей драме и в киносценарии именно подчеркнул эту дружбу потому что она полюбила русского молодого парня казак он видимо был казак молодой вот это любовь и причем очень такая даже философская у меня получилось произведение потому что там шаманизм язычество это шаманизм язычество это преклонение перед какими-то темными силами духами и вдруг христианство вот мой значит герой казак он молодой он христианин вот крещеный а она язычница шаманка и получается страшный конфликт и в конце получается так интересное разрешение получается вот относительно религии вот она потом говорит когда они расстались на этой почве потому что никак не могут они вместе жить потому что надо было крещение венчание да венчание венчание надо было пройти в церкви она никак не могла пройти венчание потому что была шаманка язычница и наоборот этих шаманов преследовали даже сжигали плащи бубны в огонь кидали потом еще их секли раздевали до гола и били шаманов и вообще изгоняли из наследов будем очень ждать да а он потом подарил и крест он говорит ты сохранил мой крест сохранила она говорит да я крест сохранила вытаскивает показывает большой крест и говорит я узнала много людей лечила стариков старух они мне рассказали что богом панара да в древности это прошло от солнца а солнце солнце как панара это было да как зримый это образ такой видимый панара бога якутов это солнце да а символом солнца это был крест крест да поэтому они даже вот так вот крестились только оказывается в древности якуты крестились не как русские вот справа налево а наоборот так 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 вот крест оказывается крест объединяет вот две религии христианство и древнее тенгриянство тенгриянство символ тенгриянства тоже крест вот вот это все и много очень таких общих моментов между христианством и шаманизмом когда вот изгоняют шаман изгоняет из больного дух дьявола а священник тоже экзерцизм называется изгоняет из больного сатаны одержимого сатаной дьявол изгоняет это все очень много дьявола навсегда оратовал за православие да он всегда за дружбу русского и якутского народов и всегда говорил об этом да и сам преклонялся перед верой православной да вот насчет тенгриянство и православное значит так он говорил так да я знаю что религия народа саха якутов это тенгриянство о чем еще писал кулаковский другие многие писали да это было монотеизм одного великого бога который живет на девятом небе да и почему говорит он так легко при якуте восприняли христианство да они у них совпало говорили вот это отец небесный господь который он аит ара это один и тот же образ и символом вот это еще крест да вот вот это все вместе говорит это быстро поэтому сахалар якуты когда молятся богу они не говорят господь бог там иисус христо девятая они говорят аим панорама бра аим панорама бра всегда так говорят вот мы поняли что в твоем творчестве он всегда был главным ценителем для вас он был как эксперт вот и то что вы сегодня сегодня здесь сидящие вы все являетесь его гордостью так хаалад гаалад